Привет, друзья, с вами Диодант, и сегодня у нас восьмая серия похождений на Святой Земле. На чём мы остановились в седьмой серии? У нас тут мятежники предлагают нам битву. Я вот думаю, вступать в неё или нет, на самом деле у них, вот видите, очень много лучников и два отряда копейщиков. А также туркополы, точнее турецкие садники, которые являются довольно-таки сильными войсками. Не знаю, рисковать мне или нет, наверное, я не буду рисковать или рискнуть. Но вот у нас пять отрядов копейщиков. В принципе, если мы успеем зажать туркополов, то шанс у нас есть. Но вот качество наших войск, оно очень слабое, поэтому... Нет, я всё-таки не буду рисковать, я подожду, пока у нас появятся госпитальеры, и тогда уже будем осаждать. Итак, король Польши умер, что-то все короли у нас подыхают. Войска крестоносцев растут. Доклад о строительстве. В Адане мы поставили кожевенную мастерскую, поэтому мы там продолжим улучшать наши... Наши, что мы там... Но больше ничего мы улучшать там, к сожалению, не можем. Переобучаем лучников. Да, у них появится новый вид доспехов, и они станут чуточку лучше. С харизмом что мы сделаем? Заключим торговый договор. Также попробуем заключить союз. Да, и теперь, может быть, они нам дадут сведения о карте. Нет, они нам предлагают платить дань. Пошлите вы, ребята, нафиг, да? Отношения улучшились? Нет, просто у нас новый союз показывает, и мы объединяем все наши войска. И теперь уже вновь осаждаем Алеппо. Строим тараны. Ну вот в следующем ходу я уже просто отправлюсь на штурм, чтобы не терзать вашу душу. Сохраняемся на храм запас. Это запасные мои серии, то есть если что-нибудь такое произойдет неожиданное, если, допустим, звук не записываю или фрапс у меня лаганет, то я могу просто загрузить вновь эту игру и начать заново записывать. Это вот я начал делать после того, как третья серия у меня закончилась полным фейлом. Ну что ж, в Дамаске что мы сделаем? Давайте построим трактир, я думаю, и теперь уже сможем нанимать убийц и прочих нехороших товарищей. А плац я построю чуточку попозже. Пока что вот особой нужды такой в плац у меня нет. И да, у нас уже имперский генерал появился рядом с Газой, рядом с целью крестового похода. И я думаю, что скоро они ее захватят. И я наконец-таки буду отгорожен от товарищей египтян. Да, здесь у нас по-прежнему сидят сицилийцы. Что-то у меня опять сегодня с голосом. 48% католицизма. Здесь у нас что, 73%? Неплохая ситуация. Но вот поскорее бы у меня появились убийцы. Начну я, наверное, с убийства купцов, дипломатов. То есть именно так я буду прокачивать своих убийц. Ну что ж, здесь у нас что? Здесь мы переобучили госпитальеров, поэтому отправляем их в Адану. Это наши основные такие войска. Очень хорошие. А в Адане что у нас? В Адане ничего не происходит абсолютно. И надо бы отправить мне разведчика. Разведчика куда отправим? Сюда. Здесь, по-моему, то ли турецкий город, то ли турецкий замок. Или все-таки попробовать захватить Эдессу. Я вот не знаю. Какой шанс? 75% какие здесь войска. Опять-таки сипахи, турки, метатели, дротиков. Наверное, я захвачу также Эдессу. Но вот видите, она будет очень плохо защищена. То есть если здесь появится какой-нибудь турецкий отряд, то он за один ход подойдет сюда и ее захватит. Ну ладно, это все впереди. Пока что нам надо хотя бы Алеппо захватить. Поэтому заканчиваем 54-й ход. Ой-ой-ой-ой, что-то это вот в проводах запутался. Никак я не могу, в общем, Алеппо захватить. Какую же серию я вам обещаю. Но вот никак руки не доходят. То Адану захватывают, то еще что-то происходит. Ну вот сядем уже в Алеппо, улучшим этот город. И подумаем, что нам делать. Да, дипломаты путешествуют по нашей земле. Византийская империя здесь. Так, я опять микрофон свой тронул случайно. Что-то у нас прям начинает к нам засылать византийцы своих священников. Но тем даже лучше. Я построю уже трактир. Появятся убийцы. Дай бог, у нас появится гильдия убийц в Дамаске. Это будет вообще просто замечательно. Убийцы в Медилл 2 Тоталвар могут сделать очень многое. Вплоть до убийства очень сильных полководцев. Которые очень нежелательные. Да, там, конечно же, шанс будет очень маленький. Там, допустим, 30%. Но это не беда. Вы можете просто перезагрузить игру. И в следующий раз, может быть, вам повезет. Но мне, во всяком случае, убийцы очень часто помогают. Ликвидировать инквизиторов. Ликвидировать всяких полководцев ненужных. Дипломатов, которые пытаются подкупить наши города или полководцев. Принцесс, которые тоже пытаются увезти наших полководцев. Ну, в общем. Также можно, когда вы играете за египетские государства, за исламские. Вот засылаете сначала десант из имамов. Потом сажаете парочку шпионов в какой-нибудь город. Потом ломаете убийцы и все здания такие, которые повышают общественное благосостояние. То есть настроение. И после этого происходит там гражданская революция. И вы вроде бы как ни при чем, да? Ганзейский союз. Ну да, Ганза. Падение Леона. Ну, нас это не касается. Держава отлучена от церкви. Почему-то сицилийцев отлучили. Смерть кардинала. Да, судя по всему, там досталось. А, ну просто уничтожили Леон и Кастилию. Странно, интересно, кто там. Это либо португальцы, либо мавры. Надо посмотреть. Мне даже интересно, мавры, как у нас там поживают. Так, интересно, кто-то у нас еще португалия. Ну, португалия навряд ли. Скорее всего, Франция. Да нет. Значит, мавры захватили. Да, так и есть. Наверное, мавры. Ну, нас-то опять-таки не волнует. Это Джонас Руполь у нас стал сокрушенным пневмонией. Ой, мне, если честно, так лень участвовать в битве за Алеппу. Уже надоело просто. Может, повезет, а? Да, победа. Ну, огромные потери, но что поделать. Уничтожаем жителей? Нет, мы занимаем поселение. Серьезно ранен? Ну да. Пока что посиди, отдохни. Неплохой командир. Первая крупная победа. Недобрый храбрец. Сокрушенный пневмонией. Склонность к славе. Да, склонность к славе. Это очень плохо. Достойный правитель. Ну ладно, отправляем госпитальеров переобучаться в Антиохию. Все-таки пока что госпитальеры это наша основная такая боевая сила. И в Алеппо что мы будем творить? В Алеппо мы улучшаем наш замок. И потом... Нет, ремонтировать-то я не буду. Зачем? И надо бы сюда послать еще парочку отрядов. Потому что вдруг турки решат атаковать нас. Ну в общем посмотрим. Цель достигнута этой серии. То есть мы захватили Алеппо. Теперь посылаем туда. Так, вот с священниками у нас большие проблемы. Так, в Акре у нас что? Ну в Акре я распускаю благородных копейщиков. Особой такой нужды в них я не испытываю. В Дамаске что у нас? Строится трактир. В Тартозе ничего не делаем. В Антиохии строится хлебный рынок. А в Адане? А в Адане ничего. Малые конюшни. Ну нет, малые конюшни я строить не буду. Переобучать я тоже, к сожалению, никого не могу. Ну что ж. Думаю, завершаем 55-й ход. Посмотрим, что у нас будут творить турки. Если турк здесь не будет, то мы захватим Эдессу. Я там просто уничтожу всех жителей. И да, священной Римской империи надавали по щам. Они куда-то вообще отступают. Смотрите, куда-то очень-очень далеко. Наверное, дойдет до своей столицы. Да, египтяне надавали по щам. Товарищам. Ну, по-моему, очень много государств вступили в крестовый поход против египтян. Поэтому таких особых проблем не будет. Все-таки газу должны взять. Очень редко, когда крестовые походы завершаются неудачами. Или джихады. Но вот что-то слишком много у нас тут священников появилось. Сидите, ребята, в Кесарии. Я вам не советую соваться на мои земли. Если у меня будет слишком много православных, то я вас всех просто перережу. Как собак. И вот неплохо было бы мне захватить Кесарию на самом деле. Да, то есть пока что стиль игры, он ориентирован на север. Я не буду углубляться в ближний восток, то есть туда на восток. Но поскольку там очень большие расстояния, и я не любитель такой игры. Я все-таки хочу быть поближе к морю, поближе к Европе. А вот потом уже пойдем убивать Папу Римского, да. У меня всегда цель игры это убить Папу Римского, сесть в Рим, разграбить его. А там, не знаю, это вредит беспредел. Да, у нас поляки приходят на наши земли. Откуда вообще непонятно. С северо-востока. Да, за один ход они преодолевают просто огромные расстояния. Слава богу, что не сидят на нашей земле. То есть когда появляется вражеское войско, даже дружественное, они тратят ваши ресурсы, то есть им же надо где-то кормиться. Ну и, соответственно, ваши доходы от этого всего дела, они уменьшаются. И у нас 55-й ход заканчивается. Да, меня тут отвлекли. Дипломат Хорезм Шахов переходит к Акре. Ну, что-то они ходят, ходят, никак не могут решиться поговорить с нами. Я не знаю, я абсолютно безобидный парень. Новое задание Эдесса. Ого. Это первый раз, когда вот мне совет дает захватывать не мятежные города, а именно вражеские. Ну вот, пока что Эдессу я брать не буду, потому что у меня у самого большие проблемы, как вы видите, да? В Антёхе что мы делаем? Переобучаем наши войска. Итак, госпитальеров один отряд мы пошлем, наверное, в Адану, на всякий пожарный, да? Да, так и поступим. И госпитальеров других мы отправляем уже в Алеппо. В Алеппо у нас почему-то очень плохое настроение у горожан. Это религиозный бунт и волнение. Может быть, там сидит какой-нибудь шпион вражеский, да? Скорее всего, так и есть. Католицизм постепенно улучшается в Алеппо, в Тартозе. Ничего не делаем в Дамаске. Два хода осталось нам до убийц. Да, и вот этот священник у нас стал кардиналом. То есть, видите, у нас сколько кардиналов в нашей стране. Это раз, два, три, четыре. Четыре кардинала. Видите, как все круто. Но вот с Папой Римским у нас не самые лучшие отношения. Ну, то есть, одной единички не хватает, да полная. Ну, что поделать, что поделать. У нас очень много кардиналов зато. Прокаченных и очень молодых. Но вот почему-то мы никак не можем стать Папой Римским. И вот этого товарища, которому 52 года, я тоже отправлю, пожалуй, в Алеппо. Да, так, наверное, и поступим. Здесь мы даже никого нанять не можем. Так, армия полностью снабжена. Та-та-та-та-та-та-та-та. Неплохой командир. Почему-то вот у него только одна звездочка в авторитете. Пока что это бестолковый полководец. Готвы, в принципе-то, тоже не блещет разумом, как говорится. Но повышается авторитет, когда противника намного больше, чем наших войск. И вот в таких случаях уже авторитет растет, как на дрожжах, как говорится. Ну что ж, здесь у нас неплохие войска. Поэтому особо так я париться не буду. Просто сохранюсь. И уже завершаем 56-й ход. И, может быть, в этой серии я успею захватить Эдессу. Не знаю, если честно. Да, аж сам король Священной Римской Империи появился здесь, да? Неплохо бы иметь убийцу, чтобы завалить короля. Я очень люблю убивать королей, наследников престола. Ну, зачем убивать дипломатов и прочих? На них можно раскачаться. А убийца это очень важный аспект. Убийцей даже можно перебить всю королевскую семью. И тогда держава, она просто исчезнет. Когда не останется ни одного члена, члена семьи, тогда держава погибнет. И да, из Эдессской Империи тут у нас совсем обордело. У нас в Адане большие проблемы будут с религиозной обстановкой. Надо бы то ли войска поставить на северные границы, то ли еще что-то сделать. Ну, потому что меня такая ситуация очень сильно волнует. Турки опять пытаются к нам кого-то послать, скорее всего. Нет, уходят на северо-восток. Ну, пусть идут туда. Да, тут у нас уже все знают расположение этой крепости, поэтому спокойно проходят. Ну, что поделать. Ждем окончания 56-го хода. Теперь у нас уже сколько городов-то? По-моему, 6. Я не считал особо. Ну, давай, родная. Киевская Русь. Да, вот с Киевской Русью было бы неплохо поторговать, на самом деле. Но это мы уж когда на север прорвемся. Там я отправлю парочку послов. И уже будем с ними говорить и разговаривать. И-и-и-и. Давай, завершайся. Уже надоело ждать. Ого-го. Стоп, стоп, стоп. Он же здесь был. Как-то странно. И у нас новый подходящий жених. Да, конечно же, я его приму, разумеется. Что еще могу сказать? Собор Парижской Богоматери. Стоп, так он же умер. Или он вместе с принцем отправился, я даже не знаю. Где у нас сидит наш товарищ? Наверное, в Адане, да? Нет, в Алеппо, значит. Да, в Алеппо. И вот этого парня мы отправляем в Антиохию. Да, в Антиохию отправили. Войска крестоносцев растут. Акры у нас расширяются. Слава богу. То есть, за свою задачу, Горасмейстер выполнил, акры у нас повышается. И это очень хорошо, на самом деле. Новый член семьи. Надеюсь, что это мальчик. Да, наконец-таки это мальчик. А, стоп. Этого парня же убили у нас очень тон. Да, очень жалко его. Ну вот, Маркус Депайнс будет продолжать дело своего отца, как говорится. И у нас свадьба появляется, да? В Алеппо. В Алеппо строится укрепление. Из Антиохии посылаем сюда подкрепление в виде парочки отрядов. Я надеюсь, что сейчас я смогу переобучить госпитальеров. Да, так и есть. И переобучаем еще один отряд копейщиков. И уже в следующем ходу, я думаю, будем осаждать Эдесс. Надо посмотреть, есть ли здесь где-нибудь турецкие войска. Да, тут прям совсем рядом турецкий замок появляется. Хотя, знаете, как поступим? Я, наверное, сохранюсь. Зашлем туда товарища Лазучика. Да, Лазучик засел. И вот у нас есть 32% шанс, что наши войска смогут зайти туда. Хотя, давайте-ка, знаете, как поступим? Я опять сохранюсь. У меня просто мания сохраняться. Мы просто берем наших копейщиков и отправляем в бой. А нет, вот не успевают, да? Ну, давайте так поступим, я не знаю даже. Да, штурм невозможен. Нет, я не буду рисковать. Я просто загружусь. То есть, если бы Лазучик открыл мне ворота, и, разумеется, сходу бы пошел захватывать Эдессу и уже уничтожил бы там всех жителей. Я, наверное, не стал бы в ней закрепляться. То есть, я не планирую сделать Эдессу моей основной провинцией. Я планирую просто так немножечко пограбить, уничтожить там все постройки и уже вернуться в свои земли. То есть, Алеппо у нас будет приграничным городом. Пока что планы у меня такие. И, 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 да, опять мы загрузились. Армия этих товарищей я не буду переобучать. Просто их буду объединять. Ветеранов-копейщиков я распускаю. Да, так поступим. И здесь у нас кожевенная мастерская. В Адане переобучили мы товарищей лучников. И что сделать? Ну, все, в принципе, завершаем. Почему-то такая большая жестокость появилась у вот этого товарища. Я забыл имя. Я всех называю товарищами, ребятами и тому подобными именами. Ну, что поделать. Да, император Священной Римской Империи подходит к Газе. Почему-то поляки не решаются ее атаковать. Но что поделать. Придется нам ждать. Я лично не хочу участвовать в крестовом походе. Ну, потому что у меня идет торговля с египтянами. Конечно же, они являются моими потенциальными врагами. Но я вот стараюсь немножечко так отодвинуть их от своей границы. Чтобы они мне просто-напросто не мешали. Посмотрим, что предпримут турки. Как они поступят, зараза. Но турок я уже ненавижу, на самом деле. Меня не достали. Я хочу просто заключить мир, посидеть там, не знаю, ферму построить. Экономику чуть-чуть улучшить и тому подобной фигней позаниматься. Ну, вот не дают. Не дают мне. Ни минуту покоя. И в Антиохию заслали опять-таки кто-то византийцы своих священников. Меня это уже начинает раздражать, на самом деле. Куча просто религиозных агентов вражеских. И мне надо поскорее нанимать убийц. Другого выхода я не вижу. Если бы тут были какие-нибудь там, не знаю, еретики, тогда я бы их просто кардиналами поперебивал, да? А так вот, больше ничего я сделать не могу. Учитывая то, что религиозные деятели, они живут очень долго. Они доживают обычно там до 60 лет. Редко, когда умирают в 50, очень редко. И никаких иных действий я не могу предпринять. Ну ладно. В Эдессе что, может быть сейчас у нас получится захватить этот город? Я даже не знаю. Давайте посмотрим. Нет, не можем. Не можем. Ну давайте будем, не знаю, сождать. Что еще сделать-то? Наймем парочку отрядов туркополов. Или делать этого мы не будем. Посмотрим. Войска крестоносцев растут. Какие-то слоупоки. Сводка новостей. Доклад о строительстве. Да. В Алеппо построили ему улучшение. Теперь строят здесь грунтовые дороги. А также расчищенное поле. Ну, Адана будет очень долго расти. И вот, что же у нас... Почему такая высокая жестокость? Твердый владыка. Да, плюс один к жестокости. Экстравагантный. Очень интересный. Отчаявшиеся войска. Вот почему-то, когда он сидит в Адане, у него очень странные... Очень странные характеристики. В общем, он не может почему-то спокойно себе там жить. Это, видать, баг непонятный какой-то, да? Вторая крупная победа. Очень странно. Потому что мораль войск минус 8, это очень много. Да, с религией здесь у нас совсем беда. Ислама 44%, православие 20%, католицизма всего 35%. Да, беда. Здесь нанимаем еще один отряд госпитальеров. Второй отряд мы отсылаем на помощь вот этому товарищу. Объединяем, в общем, войска. И в Антиохии что делаем? Да, в Антиохии давайте-ка мы построим с вами грузовой причал. Хотя вот можно нанять казармы городской стражи, но делать этого я не буду. Да, в Дамаске построился наконец-то рак-тир, поэтому мы строим здесь... Точнее, нанимаем убийцу. И что теперь сделаем? Теперь построим хлебный рынок. Или церквушку. Да, давайте лучше церковь, потому что здесь очень много вражеских агентов. И завершаем 58-й ход. Сейчас турки наверняка попробуют отбить Идесу. Отправить туда парочку отрядов. Ну, посмотрим. Это им же хуже будет, как говорится. Видите, как много агентов на нашей земле? То есть мы фактически в центре Ближнего Востока. Вот в Европе такой центр, это Венеция, и вот рядом с ней прилегающая территория. То есть там пересечение всех путей. Очень много агентов отправляется к Папе Римскому. И поэтому за Сицилию там играть очень интересно. В плане, вот я рассказывал когда в пятой серии, о том, что у меня появится новый стиль игры. Это когда мы будем действовать убийцами, принцессами и тому подобными товарищами. Просто в Дамаск понаехали. Вражеские агенты, я не знаю, что с ними делать-то. Будем убивать. Появился у нас убийца. Я надеюсь, что второй убийца мы тоже сможем нанять. Хотя навряд ли. Навряд ли. Так. Охо-хо-хо-хо. Очень интересно. Командир какой-то появился. Ну, вступать в битву или нет? Нет, наверное, я не буду вступать в битву. У нас маленькие шансы, если честно. Бежим! Я отец! Тогда мы уже будем мусолить товарищи турок. Что-то у меня сегодня опять с голосом. То ли с настроением, то ли я немножечко так устал. Потому что очень поздно вернулся. И уже нет такого прям шаржа и азарт, как говорится. Ну, что поделать. Да, завершается 58-й ход. Хорезм все-таки поговорил с турками. Не знаю, о чем они там говорили. Меня это не особо интересует. И что теперь? Да, также какой-то у нас тут еретик. Да, захватили газу. Слава богу. Ну, теперь мы абсолютно не паримся насчет египтян. Меня они не волнуют. Отношения со Священной Римской Империей почему-то ухудшились. Абсолютно не понимаю, где логика. И вот у нас появился убийца. Молодой, что очень хорошо. Теперь посмотрим, какие у нас шансы убийств. 50, 20, 24, 29, 20, 29. Очень плохо. Ну что ж, начнем, наверное, с имама. Извини, такая-то воевучесть. И вот в Медил 2 Тоталвар есть такие прикольненькие ролики. Такой интересный способ убийства, да? Поднести. О, йо-йо-йо, стражи все-таки, да? Поэтому я загружаюсь. Да, привыкать это, что вот, когда я буду снимать ролики по Сицилии, там будет очень много таких вот загрузок. Потому что убийцы не всегда убивают. Иногда убийца, у которого шанс убийства, там, не знаю, 18%, он убивает. А иногда, когда и 95% промахивается, и в итоге погибает. Такое тоже случается. Единственное, что плохо, то что вот загрузки очень долгие. Давайте, может, рискнем, я не знаю. Шанс 20%, может быть, убьет. Я не знаю, повезет нам или нет. Давайте посмотрим. Нет, промахнулся. Поэтому загружаемся снова. Ну, что поделать? Я надеюсь, вы не обидитесь на меня. Что поделать? Такая вот судьба. Да, вот вы видите, то, что Пеший и Хошам атакуют тут Иерусалимское королевство. А здесь, в Стэнли Стилл, есть две компании. Это ранние и поздние. Собственно, в ранней компании Ворден Храма будет бороться с египтянами и тому подобное. Ребятами в поздней компании этим делом будет заниматься уже Иерусалимское королевство. Ну, что ж, давай, убийца, я на тебя надеюсь, убей этого имама. Опять промахнулся, да что ж такое. Ну, ладно, сейчас последняя попытка. Если он сейчас промахнется, то я уже забью на это дело. Значит, это бестолковый убийца. Да, есть также... Ну, я вот, когда играл, замечал то, что убийца бывает бестолковый и толковый. То есть, вроде бы, у него очень много параметров скрытности, но вот все дела он просто очень часто валит. Такое иногда случается. Что ж, последняя попытка. Давай, товарищ, убей его, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот сейчас должен убить. Интересно. Давай, змейку подкидывай. Видите, какой злой товарищ. Эх, опять не получилось. Ну, все, я не буду больше вас пытать. Этим делом. Возвращаем Джонаса Руполя в Алеппо. Здесь у нас тоже очень сильный гарнизон. Один отряд мы распускаем. Что у нас с религией? 26% католицизма. Здесь 85%. Там всего 34%. В Антиохии даймем еще один отряд копейщиков. Да, у нас по деньгам абсолютно отличная ситуация. Никаких проблем я не испытываю. В Дамаске что у нас? В Дамаске я найму еще одного лазучика. Вот трактир я не могу пока что строить. Что поделать? Жалко, что убийца не смог никого убить. Что поделать? В принципе, можно попытаться вот этого купца замочить. Ну что ж, завершаем 59-й ход. И думаю, на нем-то я уже закончу свою серию. Осталось, по-моему, 4 минуты примерно. Да, так и есть. Что поделать? Что поделать? То есть за 8 серий у нас прошло 59 ходов. Что-то даже кажется, что очень много. То есть, когда играешь, мне постоянно кажется, что время идет очень-очень медленно. И вот по ощущениям моим сейчас должен быть где-то ход 20-й. Вот если так посмотреть, уже 59-й. И то есть, прохождение Medial 2 Total War, оно очень сильно растягивается. Да, Византийская империя засылает своих священников куда-то вообще подальше. Ну, уходите с моих земель, я только рад этому делу. Не надо у меня тут свою религию проповедовать. Потому что это для вас может окончиться весьма печальным образом. Сельджуки что у нас делают? Ничего такого, судя по всему, они не предпринимают. Я только этому рад. То есть, они оставили нас вроде бы как в покое. Ну, что уже надоели на самом деле. Ну что ж, завершается 59-й ход. Я тут по ходу комментирования лазаю в ВКонтакте. Читаю, что мне пишут, какие отзывы. Потому что я тоже за этим надо следить. Все-таки надо общаться с аудиторией. Прислушиваться. Поэтому не думайте, что я прям так на всех забиваю. Я каждый коммент читаю. Абсолютно каждый. Ага. Мне просто в личку написали. Такие, в общем, дела. Такие пироги. Отвлекся я опять-таки от комментирования. Поэтому возвращаюсь. Просто уже конец серии. Немножко так расслабляешься. Что происходит? Расширение деревянного замка Адана. Да. Адана наконец-таки расширяется. Слава богу. Новый член семьи. Франциска. Это, по-моему, девочка, да? Нет. Да. Да, девочка. Франциска де Баррес. Завершение строительства. Грунтовых дорог. В Дамаске Лодзучика. Смерть кардинала. Но я думаю, сейчас я попробую убить вот этого купца. И если не получится, то я завершу серию. Давайте посмотрим. Ну что ж, давай, товарищ. Пожалуйста, убей его. Да, убили купца. И повышение характеристик. Все-таки не самый бестолковый у нас товарищ. Да, плюс один к скрытности. Молодой наемный убийца. Ну что ж, на этой позитивной ноте. Да, очень позитивной ноте. Я завершаю свой восьмой сервис. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.